Сказка не собака, а жизни Масяни в сельском приюте. Время идет и потихоньку собачка Масяни привыкает к своей новой жизни в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой. Пока ее не стерилизуют, скандалы между псами будут продолжаться. Да и самочувствие девочки сейчас не на все 100%, так как до сих пор не почистили ей канал. Ждем операцию, для этого же и будет проведена еще и процедура, чтобы все вместе. Она, так сказать, заводит знакомство, общается со всеми понемногу, но по-прежнему держит некую дистанцию между другими хвостиками. Особенно Масяне понравился пиас Ачик. Молодой, красивый, обаятельный. Обычно это он никому не дает покоя, а тут все наоборот. Маська сама лезет к нему прям в морду, затрагивает его, а тут, видимо, не привык к такому вниманию. Немного смущается, пытается убежать от нее. Ту лица к слайзе, она-то точно роднее, вместе росли, а эта собачка для них пока еще чужая. Ну и еще немного разных фактов и моментов из жизни нашей Масяне. Масяню договорилась Людмила Чернинская с Настей стерилизовать, но пока не определились даты. Надо срочно чистить каналы, а она же это не дает сделать. Интересная собачка на ручки лезет, за хозяйкой ходит, а вчера-то поругала ее, так она на нее прям кидалась. Сказка, а не собака. Избаловал сильно, видимо, ее прошлый хозяин. К сожалению, его больше нет. Мы спокойно пережили ее болезнь, потом течка, потом не слушается и по столам лазит. Меня эта собака уже просто измотала, теперь она еще и кашляет. Не собака, а 33 несчастья какие-то. Такое чувство, что она из концлагеря. На пятницу, похоже, будет стерилизация наконец-то, рассказывает очень устала женщина-волонтер. Нам кажется, что она и правда сильно истощена, вот и все сразу на нее цепляются, все болячки. Она пробыла там на КП всего 5 дней, а по состоянию, как целый год. Вот там так все животные, их усыплять не надо, сами дойдут, говорит женщина в очень расстроенных чувствах.